Здравствуйте, с вами канал NaimDB. Как показывает практика, водным знаком зодиака сложнее всего выбиться в люди и достичь материального благополучия. У них деньги просто утекают, как вода, не задерживаясь надолго. И как бы они ни старались, им все никак не удается достичь финансовой независимости. Любые попытки сэкономить или повысить уровень доходов оборачиваются полным провалом. И пора положить этому конец. Ниже перечисленные способы могут помочь скорпионам, ракам и рыбам победить бедность. И, наконец, позволить себе то, о чем раньше они могли только мечтать. Хватит считать каждую копейку. Экономия – это, конечно, хорошо и порой полезно. Но жить всю жизнь с туго затянутым поясом – бессмысленно. От того, что вы следите за каждой потраченной копейкой, денег в кошельке не прибавится. Как бы странно это ни звучало, но финансовый поток усилится тогда, когда вы научитесь жить в свое удовольствие и наслаждаться жизнью, не думая о том, сколько вам нужно сэкономить сегодня. Но это вовсе не значит, что нужно бездумно разбрасываться деньгами. Просто нужно научиться легче расставаться с этими бумажками. Деньги, как луна, убывают и прибывают. И, кстати, показать кошелек с банкнотами молоденькому месяцу тоже не помешает. Вынесите из дома весь хлам Денежная энергия любит пространство. Если дом захламлен старыми ненужными и бесполезными вещами, то финансовому потоку просто негде развернуться. Звучит странно, но это так. Жилье человека может привлекать разную энергию, как хорошую, так и плохую. Мечтая о новом крутом телевизоре, зачем хранить тот, что уже практически не работает? Зачем держать в шкафу старые вещи, которые вы не носите? Зачем все эти бабушкины котомки под кроватями и по углам? Пора выбросить то, что вам не нужно, и дать зеленый свет энергии денег. После тщательной очистки квартиры, вы с удивлением заметите, что через какой-то месяц или два ваша финансовая ситуация значительно улучшится, и вы, наконец, сможете позволить себе покупку нового телевизора или какой-то другой нужной техники. Секрет самовнушения Воспринимайте себя как успешного и финансово обеспеченного человека. Попробуйте представить, что вы уже достигли желаемых результатов и смогли сколотить целое состояние. Попробуйте общаться с богатыми людьми на равных. Не отказывайте себе в удовольствии хоть иногда вкушать жизнь богатых людей, не задумываясь о том, что за один вечер вы потратили недельный бюджет. Не забывайте, что чем больше потратишь, тем больше получишь. Позитивные установки Раки, рыбы и скорпионы очень разные, но одно их объединяет. Это повышенная эмоциональность и впечатлительность. Очень часто знаки воды сами себе выносят приговор. Финансовый успех не для нас, мы никогда не станем богатыми. Стоп. Это категорически неправильный ход мыслей и крайне неправильная установка. Нельзя настраивать себя на провалы и неудачи. Наоборот, важно всегда верить в успех задуманного. Деньги – это не какая-то непостижимая материя. Их можно заработать. Попробуйте ежедневно повторять себе, что каждый может стать миллионером, если будет в это верить и упорно идти вперед, к поставленной цели. Чуточка эгоизма не помешает Подопечные стихии воды никогда не отказывают в помощи и всегда дают в долг близким, друзьям и знакомым. Всегда найдутся люди, живущие по принципу «кому должен, тому прощаю». В таком случае взятые в долг деньги, так и не возвращаются их владельцам. Пришло время проявить напористость и наглость. Пусть вас назовут эгоистом, но начните с того, что обзвоните всех, кто вам должен. Напомните им о возвращении долга. Установите жесткие сроки, а если придется, даже проценты. Не слушайте их слезливые просьбы и жалобы на жизнь. Их проблемы – это их дело. Тем более, если долг должен быть возвращен еще очень давно. На будущее берите с людей расписку, заверенную у нотариуса. Особенно, если речь идет о достаточно крупной сумме. Это защитит вас от подобных ситуаций и сохранит ваш бюджет. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи.